Эта музыка основана на эмоциях и впечатлениях. Такие произведения создавались в период импрессионизма в конце 19-го – начале 20-го века. Одним из ярких представителей того времени стал Клод Дебюси. Его по праву называли новатором, привнесшим музыку новые краски. Один из самых значительных представителей французской классической музыки рубежа 19-го и 20-го веков, Клод Дебюси, появившийся на свет 22 августа 1862 года, считается первым, кто ввел модное течение импрессионизма в музыкальную традицию. Хотя сам композитор никогда не причислял себя к компрессионистам. Гостям музыкальной гостиной, состоявшейся в первой Одинцовской библиотеке, рассказали о судьбе и творчестве Клода Дебюси. Уловить это настроение подвижной музыки, которая полна любви к пейзажу и краскам, удалось благодаря виртуозным выступлениям юных музыкантов. Сегодня у нас была такая коллаборация музыкальной школы, Одинцовской детской музыкальной школы и Одинцовской школы искусств классика, откуда мы пригласили педагогов, учеников, и они сегодня прекрасно дополнили наши мероприятия своими музыкальными номерами. Судьба отмерила Дебюси всего 55 лет жизни, но он изменил историю музыки. Пианист, композитор, дирижер, музыкальный критик. От природы довольно скромный и замкнутый, он не жаждал славы и народного обожания. Свой талант считал божьим даром, а музыку – тишиной между нотами. Полина Бахова, телекомпания Одинцова.